Символ Казахстана под угрозой. Чем выше забирается человек со своими высокогорными дачами, тем дальше улетают беркуты. Через 50 лет, прогнозируют ученые, последние из выживших навсегда покинут наши края. Боюсь это поставить страну, на чем влага изображен беркут в неловкое положение. Поэтому хорошо бы уже сегодня начать спасать 650 пар этих редких птиц. Репортаж наших казахстанских журналистов. Там мы взвешиваем, чтобы мы должны знать, в каком они состоянии, здоровые или нет. Беркучи Павел Пфандер хищных птиц приручает давно, еще с юности. В питомнике под его попечением 18 беркутов. Один из любимцев хан, он живет здесь с рождения. Сейчас ему 12 лет. Теоретически для охоты он готовый. То есть вы посмотрите, он в прекрасном состоянии, умеет хорошо летать. Но для того, чтобы охотиться, нужно опыт. То есть нужно ходить и, допустим, месяц охотиться, чтобы он знал, как себя ведут, скажем, те же зайцы и как их нужно ловить. Крылатые питомцы Павла, можно сказать, местные звезды. Они участвуют в шоу, снимаются в художественных фильмах. А беркучи каждый день кормят их, поят и чистят перышки. Средний вес беркута – 5 килограммов. Размах крыла – почти метр. На содержание и тренировку в месяц уходит в среднем тысяча долларов. Сегодня эта королевская птица оказалась на грани уничтожения. Сейчас на озере там что-то строится, здесь что-то строится. То есть места, где... Беркута не нужно застрелить, чтобы он исчез. Нужно занять те места, нужно построить там канатную дорогу. И беркута там больше не будет. То есть чем больше будет людей, тем будет меньше птиц и природы. В единственном казахстанском питомнике живут около 500 беркутов, орлов, соколов-балобанов и даже сов. Уход за птицами скурпулезный, потому что раненые и больные беркуты лечению не поддаются. По поводу лечения очень большие проблемы, потому что специалистов в этом направлении тоже нет. Поэтому, скажем так, только своими силами, только своим знанием можно как-то вникнуть. Весной следующего года из этого питомника в естественную среду обитания выпустят 8 беркутов. На практике это будет впервые не только в Казахстане, но и во всем мире. 500 птиц со сходом на каждую около 1000 долларов в месяц требуют инвестиций. И есть мнение, что в питомник вкладываются высокопоставленные чиновники, поклонники соколенной охоты. Хотя сами беркучи это отрицают. Наша деятельность, она, скажем так, направлена на восстановление популяции хищных птиц. И в отношении беркута небольшим количеством, скажем так, мы можем помочь и выпустить необходимое количество в природу. Охота, браконьеры, наступление человека на природу – все это роковые факторы для птиц. Заолги запустили проект по спасению семейства орловых. Минувшим летом нами была проведена масштабная экспедиция в восточных, юго-восточных и южных регионах Казахстана, в пределах четырех областей, от Алтая до Каратау и Каржантау, в ходе которой мы занимались изучением состояния популяции беркута. Больше всего беркутов обитает в восточно-казахстанской области – 282 пары птиц. Второе место по количеству орлов занимает Алматинская область. Всего по республике 650 пар. Через 50 лет Казахстан рискует остаться без одного из своих символов. Количество орлов считается нормальным, если одна пара и гнездо находится другой в 5-10 километрах. Сегодня это расстояние 20-30 километров. Ученые утверждают, что беркуты исчезают из-за голода, пищевая цепочка нарушена и птицам ничего есть в живой природе. Вторая причина смертности – удар током. Птицы садятся на столбы линии электропередач. И третья – орлов выживает из их мест обитания все новые зоны отдыха в горных районах. Один из самых известных казахстанских беркучи – Абулхак Турлубеков. Для него это занятие потомственное. Беркучи были и отец, и дед, и прадед Абулхака. Два своих беркута – Житыма Юсар – он называет священным достоянием предков. Как я сам понимаю, на нашем флаге есть солнце, олицетворяющее свободную жизнь. Солнце на себе несет беркут. За нашу свободу своей жизни отдали и Абулай хан, и Кенесар хан. Независимость не пришла к нам сама. За свободу боролись предки. Поэтому значение беркута для казахов очень велико. Абулхак Турлубеков тоже участвовал в экспедиции зоологами. По его мнению, выпускать птенцов беркута в дикую природу – не выход. Птицы, которые родились в питомнике, не выживут в животном мире. Единственное, что может сделать для птиц человек – это оставить их в покое. Птицы – это часть природы. Ее нужно беречь и не трогать. Природа – это мать, которую мы должны воспринимать как казахскую землю, воду, птиц. Иначе нельзя. Животный мир просто погибнет. Государство, в общем-то, делает все, что может для спасения беркутов, считает орнитолог Николай Сидоренко. И браконьерств почти нет. Еще в 2004 году правительство обязало всех завести паспорта для своих животных. После этого какая птица где-то была обнаружена, не зарегистрирована, она, естественно, изымалась, сдавалась в зоопарк. Владельца наказывали административно за незаконное содержание птицы. Один беркучи может весь аул прокормить, говорили в старину. Портрет вольной птицы запечатлен на государственном флаге, что подчеркивает особое отношение казахов с этими птицами. Академик Султан Сартаев – один из тех, кто утверждал государственные символы. Он говорит, что сохранение беркута для Казахстана – дело чести. Величайшей обязанностью человека как разумного существа является сохранение того, чем мы сейчас владеем. Пока в стране 650 пар редких птиц надежда есть. Но полвека, который ученые дали этой птице на выживание – почти вся ее жизнь. И если ничего не изменится, беркут останется только на государственном флаге. Редактор субтитров А.Семкин